Здравствуйте, меня зовут Александр Гриценко, я представитель правления Интернационального Союза писателей и сегодня мы поговорим с вами о том, как нужно писать письмовое издательство о неком этикете общения авторы и издатели, редакторы и я вам открою секрет, 99% писем, которые вы пишете в издательство вы авторы, я имею ввиду, они отправляются в мусорную картину сразу, потому что вы не умеете общаться с издателем более того, за уже там много лет продюссирования и преподавания, я могу сказать, что вообще люди не очень-то владеют этикетом даже общения с друг с другом, не только с редактором или с издателем, где совершенно точно и педантично нужно выполнять все, что я вам сегодня расскажу. Итак, немного рекламы, проходите по ссылке в описании, там ссылка на наш паблик в фейсбуке, там мы делимся своими новостями, проектами, гюмор, многое о литературе, конкурсы, то есть, в принципе, то, что вам должно быть интересно, если вы думаете о своем продвижении. Подписывайтесь, участвуйте, лайкайте, как-то задавайте вопросы, пишите в личку, мы всегда на связи. Итак, а теперь по существу. Что у нас вообще происходит, например, в литературных поисках имени Чехова? Увы, но когда мы набираем народ, многие говорят, ой, я филолог, или у меня на прозеру миллион лайков, ну или там каких-то положительных рецензий и просмотров, я такой великий. Ну, я обычно говорю, что филфак, я сейчас не буду, я уже много раз об этом говорил, что филфак это наоборот. Если вы закончили филфак, значит, я на 90% вас не возьму, потому что вас переучивать это невозможно, филолога переучивать невозможно. Филолог его учили не этому, учили совсем другой профессии. Если вы еще говорите, что я закончил филфак, я все знаю, значит, собственно говоря, на вас можно поставить крест. Если мы говорим о том, что у вас там много лайков на прозеру и стихию, так это вообще не имеет отношения ни к литературе, ни к искусству, ни даже к образованию, как, например, вот филфак это все-таки образование. И вот худо-бедно, те, кто нам нужны, они все-таки идут учиться. И дальше мы понимаем, что люди эти ничего не знают и даже не могут оформить рукопись. И первый месяц мы учимся оформлять рукопись. А особо одаренные и все полгода учатся. То есть забывают, что нужно подписывать, рукопись отоглавить ее, конечно, надо абзацции выделять. То есть, в принципе, элементарные вещи. Теперь вот смотрите. Когда вы написали свое бесценное творение, вам, конечно, кажется, что оно бесценное и вы гений, в 99% случаях это не так. Вы какую-нибудь банальность и глупость написали. Потому что вообще первую рукопись написать очень сложно. Вы оторваны от литературных кругов, от некой конъюнктуры, и вы что-то себе сами придумали. Возможно, конечно, у вас получилось. Вы умный человек, вы все проанализировали, все сделали правильно, написали текст. А теперь вы пишете письмо. Ну, например, самая частая ошибка, это вообще ничего не написать письме, отправить, просто прикрепить рукопись и отправить без темы в издательство. Вот так вот раскидать 100 писем и ждать, когда вам ответят. Никогда. Потому что это посчитают каким-то спамом и удалят. Хорошо. Вы написали сопроводительное письмо. В сопроводительном письме вы написали. Я вот такой-то гений, прибыль пополам. От такой прибыли не отказывается. Читайте мою рукопись. Ну, собственно говоря, редактор, который сидит на самотеке, смотрит на это все, понимает, что он шизофреник, и удаляет это тоже. Потому что говорить от себя, что я гений, это как-то глупо. Прибыль уделить несуществующую тоже очень глупо, но авторы так любят делать. Ладно, хорошо. Вы написали письмо более-менее внятное. То есть вы написали, что я вот написал такой-то текст, хочу вообще-то у вас опубликоваться. Тема письма не указали. Скорее всего, то, что вас тоже пропустят, пропустят, ну, просто потому что темы нету. Спам, когда будет чистить, вычистят, несмотря на то, что есть письмо. То есть тему письма мы должны писать. Рукопись, там, допустим, Иванова. И вот тут тоже очень важно. Нужно обязательно писать жанр. То есть фэнтези и желательно в книжную серию, в серию, название серии. То есть, в принципе, когда вы посылаете свой текст, вы должны знать, в какую серию вы ее посылаете. Потому что тогда можно надеяться, что текст придет более-менее заинтересованному редактору. Ну, ему же нужно контент набирать в своей серии. То есть, если вы четко напишите жанр, и если вы четко напишите серию в теме письма, дальше в письме вы должны подробно рассказать не о том, какой вы гениальный, а о достоинствах вашего произведения. Опять же, не то, что это какая-то супер мысль там вам пришла, или там таких героев нет, или вы пишете, как Зощенко, только романы так сейчас не пишут. Нет. Вы должны именно написать, возможно, чуть-чуть о персонажах, чуть-чуть о развитии сюжета, то есть, как-то зацепить редактор в письме, но очень коротко. Длинные письма тоже читать не будут. Обязательно оставить свои координаты в письме, обязательно, значит, причем, и телефон, и все остальное, все это должно быть в письме. Дальше, по поводу оформления рукописи, каждый издатель требует свое, но я вам такое общее скажу. Все-таки нужно свои координаты в рукописи оставлять. Хотя некоторые редакторы говорят, нет, не надо, но на самом деле они могут распечатать этот текст, куда-то с ним уйти, и вообще забыть, потерять ваше письмо. Все-таки оформляем рукописи таким образом. Обязательно имя, фамилия. И если вы пишете отчество, то вы покойник. Вот запомните, записали отчество, вы покойник, в прямом смысле. У писателя нет отчества. Нет. Как только он умирает, отчество появляется. Вот Александр Сергеевич Пушкин поэтому, но какой-нибудь Захар Прилепин. Вот. И это действительно есть такой этикет, причем не всегда его соблюдают, но очень часто бывает так, что это Александр Сергеевич Пушкин. То есть умер человек, человек очень авторитетный, отчество пишут. А если человек живой, современник, то подписывается имя, фамилия. Вот так надо. То есть имя, фамилия, название произведения. Название яркое, броское. Название произведения не должно быть абы какое. То есть понимаете, Грышковец, пьеса, «Как я съел собаку». Это выиск некая. Непонятно, что еще внутри, но уже как бы очень все привлекательно. То есть должно быть хорошее название. Дальше не надо писать. Это роман, на самом деле это поэзия или это какая-нибудь философская притча и так далее. Это все только раздражает редактора. Вы просто пишете название, но может быть можно написать, что это роман. Знаю. На ваше усмотрение. Но никаких вот излишнестей не должно быть там. Дальше вы начинаете свое произведение. Обязательно произведение надо развивать на маленькие главки. Так легче читать. Желательно даже главы, а за главы. Ну, называть как-то. Вот. Если вы это делаете, то вас легче и проще читать. А редактор там сидит. Он замучился. Он сотни и сотни рукописей читает. Поэтому вот вашу рукопись он уже ненавидит. После года, после двух лет работы. Там, собственно говоря, просто если вы сделаете так, что редактору будет хорошо, то он душой и сердце к вам потянется. Обязательно должен быть синопсис. Синопсис мы учим писать на курсах. Это очень сложно. Но так или иначе, это очень важно. Если у вас хороший синопс, но средний роман, больше шансов, что роман прочитают и помогут его исправить. Если у вас плохой синопсис, но отличный роман, то, скорее всего, до чтения романа дело не дойдет. То есть синопсис нужно научиться писать. Можно на наших курсах, можно самостоятельно. Но я так понимаю, что самостоятельно научиться очень сложно. Потому что, если я или педагоги, даже на наших курсах активно, как бы, мы не следим, чтобы автор понял, что такое синопс, то даже, когда мы даем все лекции, но отдаем это на откуп, на самостоятельную работу писателям, они с этой задачей не справляются. То есть это очень сложно почему-то. Ну, вот так. Обязательно должна быть аннотация. Аннотации и синопсис путать нельзя. Синопсис пишется для редактора, там полностью излагается сюжет, о главных персонажах вы рассказываете. То есть это некий такой рассказ о вашем романе. А аннотация это для того, чтобы заинтересовать читателя. Аннотация должна быть емкая, четкая. Вы показываете, кто главный герой и какая у него цель в произведении, что он получит в конце. Соответственно, вы вот в несколько предложений даете такой образ романа. То есть если синопсис это рассказ романа последовательный, то аннотация это некий образ романа, который вы создаете, и человек эти несколько предложений читает, у него что-то происходит в душе, в воображении, и он думает, я хочу это купить. Вот таким образом прикрепляете три отдельных файла, рукопись, синопсис, аннотация, пишите хорошее письмо, прописываете в теме, отправляете. Тогда у вас шансов, что вас не выкинут, а откроют и прочитают, намного больше. Пользуйтесь. А также ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, комментируйте. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok